Самые разрушительные столкновения в нашей Вселенной это столкновения галактик. Космические столкновения. Столкновения солнечных систем. Столкновения. Даже у людей они протекают дурно и оставляют за собой хаос и разрушение. Чем больше столкновений, тем больше хаос. Но когда мы покидаем Землю и направляемся во Вселенную, масштаб столкновений неизмеримо возрастает. Галактики наледают друг на друга. Черные дыры сливаются, рождая смертоносный фейерверк. Даже наша собственная галактика движется к столкновению со своей ближайшей соседкой, Андромедой. Эти яростные взаимодействия, как считают ученые, подстегивают эволюцию нашей Вселенной. Не только постепенное развитие эволюции приводит к событиям, которые мы видим, и которые формируют природу космоса. Космоса, где мы живем, но также иногда редкие столкновения двух галактик, двух черных дыр или двух звезд. Чтобы что-то шло правильно в нашей Вселенной, должно случиться что-то неправильное. Откуда нам известно об этих бурных столкновениях? И какое они имеют значение для нас, живущих на Земле? Техника позволяет нам наблюдать за разрушением, превосходящим самые смелые представления, и узнать, что эти столкновения делают со Вселенной. Каждый тип галактического столкновения расширяет наше понимание и меняет наши взгляды на жизнь Вселенной. Самые крупные столкновения, какие только можно себе представить, происходят между самыми массивными объектами галактик. Столкновение галактик порождает картины беспрецедентных разрушений. Звезды сталкиваются, планеты разлетаются на куски, все формы жизни уничтожаются. Но действительно ли все это происходит при столкновении галактик? Чтобы хотя бы приблизиться к пониманию, что такое столкновение галактик, мы сначала должны поменять размеры и состав галактики. Это скопление газа, пыли, планеты звезд. Огромного количества звезд. Галактика похожа на город звезд. Это образование из пары сотен миллиардов звезд, которые держатся вместе миллиарды лет. Их удерживает взаимная общая гравитация. Наша галактика, Млечный Путь, состоит примерно из 100 или 200 миллиардов звезд. Ее поперечник равен 100 тысячам световых лет от одного края диска до другого. Мы можем пересечь Млечный Путь, пролетев 100 тысяч световых лет. Не проблема, да? Может быть, нам следует начать с измерения одного светового года? Световой год — это просто расстояние, которое свет может пролететь за год. Свет движется с невероятной скоростью — 300 тысяч километров в секунду. И если вы умножите это на количество секунд в году, вы получите примерно 10 триллионов километров. Расстояния в астрономии такие огромные, что нам приходится использовать световые годы для измерения расстояний только между звездами. Вот другой способ посмотреть на это. Лучу света, несущемуся за скоростью 300 тысяч километров в секунду, потребуется 100 тысяч лет, чтобы пролететь из одного конца галактики до другого. За время жизни Солнца, составляющие 4,5 миллиарда лет, оно облетело вокруг центра Млечного Пути всего 20 раз. Несмотря на эти огромные расстояния, объекты в нашей Вселенной все время сталкиваются. Они делают это с тех пор, когда Вселенная была еще молода. Галактики в нашей Вселенной начали формироваться через сотни миллионов лет после Большого Взрыва, когда звездные скопления и межзвездный газ начали сливаться воедино благодаря гравитации. Эти первые галактики были маленькими, размером всего в одну десятую Млечного Пути. Самыми первыми галактиками, сформированными во Вселенной, были маленькие галактики, карликовые галактики. И с течением времени эти маленькие строительные блоки соединялись и образовывали все большие галактики, в результате слияния и аккреции. Эти карликовые галактики оказались, так сказать, застрявшими в дорожной пробке ранней Вселенной. В прошлом взаимодействия в начале истории нашей Вселенной случались гораздо чаще, чем сегодня, потому что галактики находились гораздо ближе друг к другу. Когда маленькие галактики сталкивались, они сливались в более крупные галактики определенной формой. Галактика Млечный Путь, дом нашей Солнечной системы, — это спиральная галактика. Галактики еще бывают эллиптические и линзообразные, гибрид двух первых. Астрономы обязаны этой классификацией галактик Эдвину Хабблу, в честь которого названа одна из крупных обсерваторий НАСА и космический телескоп Хаббла. Я думаю, перед Хабблом стояла Вселенская задача, если хотите, ведь не было определенной системы классификации, так что ему нужно было ее составить. Хаббл взялся за астрономическую задачу — распределить галактики по категориям. Мы думаем, как охватить 90%, классифицировать 90% объектов, и мы не беспокоимся обо всех странных объектах. Что же случилось с другими 10%? Все вдруг попали в категорию неправильных. Они имеют большие приливные хвосты из обломков, или есть галактики, которые похожи на потерпевший крушение поезд. Долгие годы именно здесь находились эти странные образования, но все еще оставался вопрос, что могло сформировать эти галактики странной формой, и имело ли это какое-нибудь отношение к космическим столкновениям. В то время это мало волновало астрономов. Я хочу сказать, что понимание спиральных и эллиптических галактик только зарождалось. И все же, хотя Хаббл больше интересовался ростом галактик, он понимал, что галактики неправильной формы заслуживают большего внимания. Примерно через пару десятилетий после этого, когда он создал большую часть своей работы, люди начали рассматривать странные галактики неправильной формы и работать над ними. Ученые гадали, что заставляет неправильные галактики так выглядеть. Одна теория утверждала, что это моментальные снимки бурного распада и хаоса. Велись споры лет 20, 30, 40 назад. Сталкиваются ли они, становясь такими, какими мы сейчас их видим или нет? Сегодня астрономы продолжают использовать эту категорию. Неправильные. Неправильные — это несколько расплывчатые понятия. Оно относится к малым галактикам, которые настолько разрушены формированием звезд, пробивающих дыры в их газе, что имеют очень неправильную форму. Но оно может относиться также к галактикам, которые сильно разрушились, например, из-за столкновения. Оно охватывает также широкое разнообразие различных типов галактик. Странные формы некоторых неправильных галактик можно объяснить действием гравитации в галактическом масштабе. Самые крупные объекты во Вселенной сливаются во время лобового столкновения. Галактики неправильной формы являются доказательством, что эти гигантские скопления звезд сталкиваются. Они являются доказательством того, что во Вселенной царит разрушение и столпотворение. Но что происходит внутри галактик? Какие другие типы столкновений? И как мы можем их увидеть? Далее. Сталкивающиеся звезды оставляют свои следы по всей Вселенной, и все же астрономам еще предстоит поймать их в процессе столкновения. Галактики неправильной формы являются доказательством того, что галактики сталкиваются. Но налетают ли друг на друга другие небесные объекты? Наша Вселенная — это одновременно детское и кладбище, место ведения эпических войн между массивными космическими телами. Вообразите такой фантастический сценарий. Почти в трех тысячах световых лет от Земли две сестры звезды, миллионы лет вращающиеся по одной и той же орбите, со временем сближаются, кружась друг вокруг друга почти со скоростью света. Затем удар. И в течение миллисекунд они разрушаются, создавая ударные волны, которые охватывают Землю, уничтожая половину нашего озонного слоя и убивая все на своем пути. Вот что по теории некоторых астрофизиков случится, если звезда, принадлежащая к нейтронному типу, столкнется с другой, недалеко от Земли. Для астрофизиков три тысячи световых лет это недалеко. Было предположение, что один или больше случаев массовой гибели всего живого на Земле произошло из-за такого события. Некоторые из наиболее разрушительных звездных столкновений происходят между нейтронными звездами. Нейтронные звезды рождаются из остатков более старых звездных гигантов, у которых кончилось топливо. Гравитация вызывает этот коллапс. В центре формируется очень плотный объект. Он настолько плотный, что электроны сталкиваются с протонами и образуют нейтроны. Нейтронная звезда, которая создается в центре, является остатком, как бы пеплом той звезды. Но в этом пепле еще теплится жизнь. И после его создания некоторые нейтронные звезды вращаются по орбите друг вокруг друга в объятиях гравитации. Это называется бинарной парой. Миллионы лет эти звезды-сестры кружат по орбите друг вокруг друга, делая по тысяче оборотов за секунду. Они испускают гравитационные волны, которые забирают у системы энергию, и постепенно сближаются друг с другом, пока в конце концов не сблизятся настолько, что их орбита становится неустойчивой. Когда они, наконец, сталкиваются, то испускают больше энергии, чем наше Солнце может создать за все время жизни. Но эти столкновения происходят слишком быстро, чтобы их можно было увидеть в телескоп. Для нейтронных звезд все столкновения заканчиваются в одну тысячную долю секунды. Стоит им соприкоснуться, шлеп и готово. Столкновение выбрасывает в пространство огромную ударную волну. На Земле это столкновение регистрируется как короткий взрыв гамма-излучения. Этот взрыв является кратким, но мощным событием, доказательством одного из самых бурных столкновений во Вселенной. Но ученые лишь недавно начали понимать, что означает такой взрыв. В небе каждый день происходят небольшие вспышки гамма-лучей, и мы все время наблюдаем за гамма-лучами на всем небе. Мы о них знаем уже примерно 40 лет. Специалисты военно-воздушных сил зарегистрировали гамма-вспышки за годы до того, как ученые узнали об их существовании. Вспышки гамма-лучей были открыты совершенно случайно военными спутниками. Это было результатом договора о запрещении ядерных испытаний в 50-х годах 20 века при Дуайте Эйзенхауэре. Договор о запрещении ядерных испытаний, подписанный при президенте Эйзенхауэре, привел к созданию спутников, предназначенных для слежения за ядерными взрывами. Военно-воздушные силы запустили первые спутники Вэлла в 1963 году. Эта серия спутников была построена для регистрации, среди прочего, гамма-лучей. На ней были детекторы гамма-лучей. Облака радиации, которые появляются в результате такого взрыва, испускают гамма-лучи. Эти детекторы гамма-лучей первыми обнаружили космические вспышки гамма-лучей. В 1969 году Рэй Клэп Сайдл, аналитик ВВС, обнаружил странные всплески гамма-излучения среди данных Вэллы, которые по интенсивности и продолжительности нельзя было отнести ни к земным, ни к солнечным. Встало понятно, что они идут откуда-то извне. В 1973 году, когда Клэп Сайдл наконец обнародовал свои исследования на заседании Американского астрономического общества, у него было уже по крайней мере 16 подтвержденных вспышек гамма-лучей. Но для полного наблюдения за этими вспышками понадобилось бы более сложное оборудование. В 1991 году НАСА запустило гамма-лучевую обсерваторию Комптона, космический спутник, предназначенный для наблюдения за вспышками гамма-лучей. Ученые надеялись поймать взрыв гамма-лучей в действии, чтобы установить, что же это такое. Может ли такой взрыв быть каким-то типом космического столкновения? Гамма-лучевая обсерватория Комптона обнаружила пару тысяч таких взрывов и установила, что они действительно происходят все время. Но самым ценным было то, что это был способ быстро идентифицировать гамма-лучевой взрыв и быстро направить на это место телескоп, чтобы сделать снимок, так как картина быстро исчезала. Действительно, гамма-лучевая вспышка полностью исчезает в течение нескольких дней. Пять, четыре, три, два, один. Пошло зажигание, стартовал космический корабль «Свифт». Началась миссия НАСА с целью изучения гамма-лучевых взрывов во всей Вселенной. В 2004 году НАСА запустило удачно названный телескоп «Свифт», то есть быстрый, чтобы лучше следить и реагировать на гамма-лучевые вспышки. «Свифт» — это спутник с большими гамма-лучевыми детекторами, которые сравнительно хорошо определяют направление, откуда происходит гамма-излучение. Как только он видит вспышку гамма-лучей, он передает ее по радио, передает координаты на Землю, а затем наводит рентгеновский телескоп на это место. В 2005 году «Свифт» зарегистрировал вспышку и меньше чем через минуту сменил свое положение так, чтобы наблюдать за последующим излучением. Тем временем «Свифт» послал координаты вспышки на сеть наземных телескопов. Один из таких телескопов расположен у вершины горы Паломар в Сан-Диего, штат Калифорния. Паломарская обсерватория объединила свои данные с расчетами более десятка других установок. Вместе они смогли определить вероятную причину, по которой вспышки гамма-лучей произошли. Это столкновение нейтронных звезд. Так как столкновения звезд происходят за время от нескольких секунд до нескольких часов, большая часть происходящего остается загадкой. Реальные столкновения очень короткое событие. Именно поэтому маловероятно, что мы когда-нибудь за время нашей жизни сможем увидеть пару звезд в процессе их столкновения, но зато мы можем посмотреть на последствия. Это все, что нам остается. Итак, хотя астрономы никогда в реальности не были свидетелями столкновений звезд, они знают об их существовании, потому что и изучают руины этих жестоких звездных войн. Нейтронные звезды не только сталкиваются, порождая разрушения. Даже новорожденные звезды могут вызвать космический хаос. Звезды ведут бурные существования, не только нейтронные бинарные пары, но и практически все звезды, начиная с причины их образования. Бурная жизнь звезды начинается с гибели молекулярного облака. Это плотная область межзвездного газа. В этих облаках образуются звезды, планеты. Здесь образовалась наша Солнечная система. Молекулярные облака растут по мере того, как их сила гравитации притягивает больше газа и частиц, пока их плотность не вырастет настолько, что они коллапсируют и образуют звезды. Внешние силы, например, силы, вызванные столкновением облаков или ударные волны от сверхновой также могут вызвать коллапс облаков. Когда оно коллапсирует, оно становится все более плотным и горячим в центре. Недавние исследования установили, что первые звезды образовались всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Некоторые из этих звезд, по мнению астрономов, все еще можно найти в нашей галактике Млечный Путь. Сегодня исследователи сосредоточили внимание на компактных группах звезд, так называемых шаровых скоплениях. Именно там и следует искать, считает ученые, занимающиеся столкновениями звезд. Эти плотные скопления звезд служат идеальным полем звездных сражений. Когда вы идете по улице многолюдного города, вы сталкиваетесь с людьми. Звезды достаточно близко находятся друг от друга, и их много, поэтому они сталкиваются. Во Вселенной около 100 миллиардов галактик, и каждый содержит около 30 шаровых скоплений, поэтому количество звездных столкновений может быть внушительным. Если подсчитать все галактики во Вселенной, сотни и сотни миллиардов галактик, и спросить, сколько в них областей, где могут произойти звездные столкновения, то это будет очень и очень большая цифра. Именно тайна, скрытая внутри этих шаровых скоплений, привела астрономов к самому большому открытию. В 1953 году в шаровых скоплениях открыли звезды с мощной светимостью, и они более 40 лет ставили ученых в тупик. Эти странные звезды называли «голубыми отставшими». Эти «голубые отставшие» обладают некоторыми странными характеристиками. Их называют «отставшими», потому что, в отличие от других звезд такой же массы в этом скоплении, они еще не перешли на более позднюю ступень эволюции. Поэтому они отставшие, а «голубые» потому что они горячие, горячее, чем другие основные звезды в скоплении. Казалось, «голубые отставшие» открыли звездный фонтан молодости. Ученые гадали, как это возможно. Космический телескоп Хаббла, НАСА, запущенный на орбиту в 1990 году, сыграл главную роль в получении ответа на этот вопрос. Хаббл имеет такое фантастическое разрешение, что если смотреть в него из Нью-Йорка на Токио, можно увидеть двух светлячков. Вот какое разрешение у этого телескопа. Оптика Хаббла получила подробное изображение «голубых отставших», что дало ученым беспрецедентный доступ к их тайнам. Глядя на эти отдельные звезды, можно было измерить свойства этих звезд, например, их массу, скорость вращения, температуру и прочие подобные вещи. Астрономы открыли большую массу «голубых отставших», высокую скорость вращения и высокую температуру, что могло означать только одно. «Голубые отставшие», как мы сегодня считаем, это результат слияния двух звезд. И это слияние может произойти через столкновение, прямое столкновение, когда две звезды сталкиваются друг с другом, или когда две звезды раньше составляли двойную систему, в которой они вращались вокруг общего центра тяжести. В одном случае одна из двойных звезд врезается в другую на скорости около полутора миллионов километров в час. Она зарывается в другую звезду, выбрасывая волну газа и обломка в космос. Эти звезды сразу же разбухают и яростно сжигают энергию. Может потребоваться 10 миллионов лет, чтобы звезды пережили свое бурное слияние и превратились в голубую отставшую звезду. Это было первым полученным нами доказательством, что звезды действительно могут сталкиваться друг с другом. И это одна из самых поразительных особенностей, которые свойственны звездам. Требовались десятилетия, чтобы идея о звездных столкновениях перешла из теории в абсолютную реальность. Но что касается галактических столкновений, то сталкивающиеся звезды — это только верхушка айсберга. Космические столкновения являются правилом, а не исключением во Вселенной, на всех уровнях, вплоть до пыли, путешествующей в космосе. В нашей собственной Солнечной системе все планеты и все объекты, которые мы видим, появились в результате столкновения. Пыль сталкивается и создает песок. Песок сталкивается, создает камешки. Камешки — валуны. Валуны — малые планеты. Астероиды — планеты. Так что мы произошли в результате столкновений. Галактики могут быть бурным местом событий, очагом смерти, рождения и возрождения. Галактики сталкиваются, как и звезды внутри галактик. Но есть и другие объекты, которые могут столкнуться во тьме. Космические столкновения Космические столкновения не ограничиваются столкновениями крупных тел. Иногда могут столкнуться потоки энергии, притом смертоносной энергии. Смертельную радиацию испускает сверхмассивный таинственный объект под названием «Черная дыра». Квазар, луч от которого ученые назвали «Звездой смерти». Он наносит удар по меньшей соседней галактике. Вот что происходит. Из одной черной дыры вылетает струя — джет, которая движется с ускорением. Почти со скоростью света эта струя ударяет в соседнюю галактику, оказавшуюся на ее пути. Она порождает хаос для любых обитателей любой планеты земного типа в этой соседней галактике. Те, что оказались достаточно ближе, станут стерильными. У тех, что немного дальше, пострадает атмосфера. Это чудом уцелевшие остатки галактики недалеко от сверхмассивной черной дыры. Это кажется научной фантастикой, но это научный факт. К счастью для нашей галактики, эти катаклизмы происходят в галактике 3С321, очень далекой от нас. До нее 1,4 миллиарда световых лет. Впервые астрономы наблюдали, как джет из черной дыры пробил насквозь находящуюся рядом галактику. Но это событие поставило много вопросов, начиная с вопроса, что такое черная дыра и угрожает ли нам, землянам, луч смерти. Черные дыры — это вовсе не дыры. Это невероятно плотные массивные объекты. Плотность черных дыр такова, и силы их гравитации так огромна, что ничто не может убежать от них, даже сам свет. Нужны наблюдения с многих телескопов, чтобы составить полную картину этого уникального явления. Только сопоставляя информацию по всему электромагнитному спектру, мы можем начать изучать черные дыры с большей точностью. Часть изображения была получена на этом телескопе под названием «Сверхбольшой массив» в Нью-Мехико. «Сверхбольшой массив» — это радиотелескоп, состоящий из 27 тарелок антенн, каждый из которых весит 230 тонн. Эти антенны расположены в форме буквы «У», и каждая черточка этого «У» длиной в 21 километр. Этот телескоп специально приспособлен к наблюдению за черными дырами, такими как дыра в нашей галактике. Эта штука примерно в 4 миллиона раз массивнее Солнца, и она создает всевозможные явления. Но газ и пыль между нами и этой черной дырой закрывают все это от оптических телескопов. Способность «Сверхбольшого массива» регистрировать радиоволны позволяет им лучше проникать сквозь звездный мусор. Поэтому радио и инфракрасные телескопы являются единственным средством наблюдения. Как оптический телескоп собирает световые волны и создает изображение, так и мы собираем радиоволны и создаем изображение. Оптические радиоволны короткой длины не могут проникать во внутренние части этой зоны, а длинные радиоволны могут. И радиоастрономы, работающие на длинных волнах, как у этих антенн, могут заглянуть во внутренние участки зон, непроницаемых для других длин волн. Большинство галактик имеют в центре сверхмассивные черные дыры. Они могут иметь в миллион, в миллиард раз большую массу, чем масса нашего Солнца. Несмотря на такую массу, мы сначала не могли видеть черные дыры. Так как же мы в конце концов узнали, что они там. Когда вещество течет в черную дыру, это очень напоминает воду, текущую в слив ванны. Оно втекает туда, вращается, и сила трения вырабатывает теплой свет. И этот свет настолько интенсивен и настолько полон энергии, что образуется рентгеновское излучение. Именно исчезновение объектов в этой сливной трубе заставило ученых в 18 веке высказать предположение о существовании невидимой звезды. В 1783 году преподобный Джон Митчелл изложил красивую идею о горизонте событий. Митчелл показал, что очень массивное тело с достаточно небольшой яркостью будет иметь скорость убегания, равную скорости света. Оно поймает свет в ловушку и будет невидимым и темным. Вот в чем состоит идея горизонта событий. Джон Уиллер, близкий сотрудник Альберта Эйнштейна, придумал название «Черные дыра» в 1967 году. Тогда это была только теория. Ученые даже не поняли, что они уже нашли первую черную дыру. Доказательством были рентгеновские лучи, невидимая энергия, испускаемая черными дырами. В 1971 году источник рентгеновского излучения отождествелись с очень массивным голубым гигантом. В конце этого же года мы все с изумлением обнаружили, что эта видимая звезда, такая массивная, вращается вокруг источника рентгеновского излучения с очень большой скоростью. Такая высокая скорость означает, что источник рентгеновского излучения имеет еще большую массу, в три раза больше массы нашего Солнца. Стало ясно, что это черная дыра. Вероятно, самый большой вклад в изучение черных дыр внесла другая крупная обсерватория НАСА, орбитальная рентгеновская обсерватория Чандра. Нас часто спрашивают, почему мы не занимаемся рентгеновской астрономией Земли, потому что, конечно, более рискованно, более дорого, и трудно запускать телескоп в космос. Атмосфера Земли, в сущности, непрозрачна для рентгеновских лучей. Она блокирует все рентгеновские лучи, приходящие от далеких звезд и галактик. Поэтому, если мы хотим заниматься рентгеновской астрономией, нам надо выйти в космос, и рентгеновский телескоп Чандра обладает самыми большими возможностями. Он особенно пригоден для изучения тех мест и объектов Вселенной, где бурные условия, экстремальные условия порождения рентгеновских лучей играют главную роль, и в этом их особенность. Мы говорим, например, о веществе, попадающем в черную дыру, о взрывах сверхновых или о столкновении галактик. И именно для изучения космических бурных событий такого рода приспособлен телескоп Чандра. Рентгеновские лучи присутствуют везде, где небесный объект вырабатывает большое количество тепла. Нейтронные звезды и черные дыры могут испускать рентгеновские лучи в 100 тысяч раз большей силы, чем Солнце. Чандра помог астрономам понять, что происходит в галактике Звезда Смерти. Чандра помог нам увидеть источник в центре черной дыры. Он позволил нам установить наличие рентгеновского джета. Именно тот джет дал название галактике Звезда Смерти, потому что он направлен прямо на соседнюю галактику, и можно видеть результат воздействия исходящего луча энергии частиц, когда он попадает в нее. Как и в случае большинства космических столкновений, здесь есть положительные стороны. Когда джет Звезды Смерти уничтожит ближнюю галактику, он вероятно начнет новый раунд формирования звезд и планет. Все это часть цикла жизни и смерти во Вселенной. Черные дыры не обязательно являются космическими пушечными снарядами. Они не обязательно движутся во Вселенной, втягивая в себя все на своем пути. Фактически, в конце концов, черная дыра может привести к разрушению, а также и к созданию жизни. Нашей Солнечной системе удалось избежать смертоносных лучей, но зато и грозит галактическая катастрофа ошеломляющих масштабов. В отдаленном будущем наша галактика Млечный Путь и ее соседка Андромеда столкнутся, но приведет ли это к созиданию? Или это приведет к разрушению? Мы на коллиженном курсе. Наша галактика, Милки-Вей, и нашим близким близким, Андромеда, справляются к другому на 270 тысяч килограмм в час. Что может означать галактическое столкновение, подобное этому? Оказывается, самая большая опасность возникает при столкновениях с этими термоядерными реакторами, известными также, как звезды. Если звезда близко подойдет к Солнечной системе, она может выслать в нашу сторону кометы. Если она подойдет еще ближе, она может изменить орбиту Земли вокруг Солнца, и тогда жизнь, какую мы ее знаем, прекратит существование, потому что вся вода испарится или замерзнет, если нас отбросит дальше от Солнца. Столкновение Млечного пути с Андромедой предопределено со времен начала Вселенной, когда эти две галактики родились рядом. Те, что сливаются, с рождения, связаны друг с другом, и в конечном счете они и сойдутся. Те, которые с рождения не связаны, обычно не сливаются, они просто расходятся. Большинство галактик расходятся в расширяющейся Вселенной. Оказывается, все галактики, которые далеко от нас, удаляются от нас и исчезнут из виду в течение конечного периода времени. Единственное исключение представляет галактика Андромеда, наш ближайший сосед, сестра нашей галактики. Андромеда и Млечный путь, и гравитация в какой-то момент времени в прошлом обратила вспять вектор скорости удаления этих галактик друг от друга, и теперь они сближаются благодаря взаимному притяжению. Они действительно на встречно пересекающемся курсе. Кажется, они надвигаются прямо друг на друга, и для нас перспективы весьма неприятные. Галактик Андромеда в течение примерно 5 миллиардов лет столкнется с галактикой Млечный путь. Но каковы доказательства этого надвигающегося столкновения? Оказывается, световые сигналы, которые подает Андромеда, служат самым веским доказательством ее приближения. Это то самое вещество, которое делает разнообразным и разноцветным фейерверк. Ищите конкретный цвет. Вы знаете, что его дает железо, или кислород, или серо, или еще что-нибудь, и вы знаете, какой это должен быть цвет. И тогда вы просто смотрите, какой этот цвет. Он будет более голубой или более красный. Если голубой, она идет к вам. Если красный, удаляется. Если посмотреть на Андромеду, то ее голубой цвет сменился, и скорость, с которой она движется, составляет несколько сот километров в секунду. Она к нам приближается. Но погодите. Столкновение, которое уничтожит жизнь на Земле, это только один возможный сценарий, и вовсе не самый вероятный. Так что же в действительности произойдет через 2 миллиарда лет, когда эти две галактики начнут сближаться? Так как галактики невероятно массивны, а расстояния между ними очень велики, от начала до конца столкновения проходят миллиарды лет. В результате астрономы могут наблюдать только моментальные снимки неба. Чтобы понять весь процесс, они строят модели. Каждый имеющийся у нас снимок столкновения галактика Вселенной это только один кусочек очень длинной последовательности, а моделирование позволяет нам воспроизвести реальные различные ситуации и посмотреть, как они разворачиваются от сближения до прохождения мима, появление приливных хвостов, столкновения и всеобщего смешивания. В 70-х годах прошлого века астрофизики братья Алар и Юри Тумре создали первые модели столкновения спиральных галактик. Их модели воспроизвели особенности, которые с тех пор наблюдались при столкновении галактик. Их модели, подробно рассматривающие этапы от сближения галактик до их слияния, назвали последовательностями Тумре. Сегодня Фрэнк Саммерс и астрофизики из научно-исследовательского института космических телескопов в Балтиморе, штат Мэриленд, используют современные программы визуальных эффектов и компьютерные сети, чтобы построить модели столкновения галактик, сжимающие 10 миллионов лет галактического события до одной секунды. Все начинается со сближения. Две спиральных галактики притягиваются друг к другу. Вы видите, что перед самым началом столкновения нет никакого приливного искажения, что мне показалось очень странным, когда я посмотрел на визуализацию. Да, все они еще довольно симметричны, и только когда начинают выбрасывать эти приливные хвосты, они входят в последовательность Тумре. А потом вы можете наблюдать, как они сначала разминулись, а потом снова сблизились. Моделирование демонстрирует огромное гравитационное притяжение между сталкивающимися спиральными галактиками. Огромные струи и звезд, и газов, так называемые приливные хвосты, выбрасываются в дальний космос. Этот разрушительный этап можно сверить с изображениями сталкивающихся галактик, например, галактик Антенны и Мыши. Астрономы предсказывают, что столкновение Андромеды Млечного Пути пройдет через такую же деформационную стадию. Эти приливные хвосты — это разрушение окраин Млечного Пути. Млечный Путь — тонкая, довольно хрупкая, непрочная галактика. Андромеды гораздо больше нас и более массивны. И когда она пролетит мимо, сначала ее гравитационное поле разорвет Млечный Путь. Но когда две галактики сойдутся через два миллиарда лет, их сближение будет меньше похоже на столкновение, а больше похоже на ход маятника. Инерция пронесет галактики мимо друг друга, а гравитация притянет их обратно. Они будут продолжать двигаться благодаря инерции. И когда они будут удаляться друг от друга, Андромеды и Млечный Путь начнут замедлять движение из-за гравитации. Их скорость будет уменьшаться, пока в конце концов они не повернут назад и начнут новое сближение друг с другом. Через четыре с половиной миллиарда лет от настоящего времени галактики снова направятся друг к другу, и на этот раз будет прямое попадание. Эти красивые диски двух спиральных галактик вероятно будут полностью разрушены. Они вытянутся в такие длинные приливные хвосты, а потом столкнутся. Орбиты всех звезд перемешаются, и в конце концов мы получим более похожую на эллипс форму в центре, и также длинные приливные хвосты, которые сохранятся в течение миллиардов лет. Столкновение станет слиянием. А потом эти центральные части сливаются. Да, они сливаются, и теперь есть только нечто вроде одной галактики в центре, а внешние приливные хвосты растворяются, и через полмиллиарда лет или около того вы увидите одну целую галактику. Вы видите, как они здесь сливаются, и теперь у вас есть в сущности одно ядро. Приливные хвосты еще существуют, но они со временем исчезнут. И если мы посмотрим еще немного дальше, мы получим всего один объект, и он будет похож на эллиптическую галактику. Астрономы считают, что эллиптические галактики во Вселенной являются продуктами таких галактических столкновений, как это. Но что в действительности происходит внутри сталкивающихся галактик, когда они переживают этот бурный процесс? И что это значит для нашей планеты? Как мы переживем этот катаклизм? Изображения сталкивающихся галактик божественно красивые. Приливные хвосты вытянуты, как утинки. Галактические ядра вращаются друг вокруг друга, связанные притяжением. Но не скрывают ли эти красивые изображения всеобщие разрушения, при котором звезды сталкиваются друг с другом, планеты разлетаются на части, луны рассыпаются на космическую пыль. Самое замечательное столкновение галактик — то, что когда эти громадные галактики сталкиваются, со звездами этого не происходит. Возьмите две звезды. Расстояние между ними в миллионы раз больше, чем диаметры этих звезд. А во время столкновения галактика последующего слияния каковы шансы, что Землю разорвет на кусочки? По мнению астрономов, такая вероятность очень мала. У каждой звезды есть нечто вроде Солнечной системы. Даже пространство между ними очень велико, и поэтому вероятность столкновения даже одной планеты с другой пренебрежимо мала. Это практически невозможно. Но это не означает, что Земле ничего не грозит. Есть примерно 10% шансов за то, что Землю выбросит вместе с Солнцем и Солнечной системой в один из таких приливных хвостов. А потом мы будем очень далеко, мы сможем увидеть нашу галактику, так сказать, с высоты птичьего полета. Так что на деле главным последствием того, что мы увидим в нашем небе, связано с тем, как изменится орбита нашего Солнца во время столкновения. Здесь и планеты, и звезды могут разминаться друг с другом без происшествий, но не газ. Галактическое столкновение — это столкновение газа. И Андромеда, и Млечный путь имеют довольно большое количество газа внутри, и весь этот газ столкнется, и сразу же создат множество звезд. Вероятно, я не знаю, мы получим 10 миллиардов звезд, родившихся довольно быстро. Вот что мы называем звездным взрывом. И это безудержное формирование звезд, по-видимому, является индикатором взаимодействия галактик. Если мы находимся на планете, внутри одной из этих галактик, ночное небо выглядит очень эффектно, особенно во время звездного взрыва. Оно было бы совершенно освещено фейерверком из всех этих рождающихся массивных звезд. В общем, это не обязательно грозит опасностью. Но когда галактики сливаются в эллиптическую галактику, формирование звезд замедляется. Все начинается с нормальной галактики, которая занимается своим делом. Потом она сталкивается с другой галактикой, и у вас получается огромное количество формирующихся звезд. Эффектный звездный взрыв. Но потом, через сравнительно короткий период времени, весь газ использован, все фейерверки отгорели, и галактика просто весело движется своим путем, и в ней ничего особенного не происходит. В галактике, образовавшейся в результате слияния Млечного пути Андромеды, которую некоторые астрономы окрестили Милкомеда, также произойдет слияние плотных ядер, каждая из которых содержит черную дыру. Сверхмассивная черная дыра из одной галактики находит сверхмассивную черную дыру из другой галактики. Они сближаются, вращаются друг вокруг друга, потом они сжимают свои орбиты, сливаются, а потом вы получаете еще большую сверхмассивную черную дыру. Этот процесс бурный, но во время него газ, возможно, будет питать черную дыру, и она примет вид очень яркого квазара. Но самая большая опасность для Земли во время столкновения Млечного пути Андромеды никак не связана со столкновением этих галактик. Когда будет рождаться новая галактика, наше Солнце ждет агония. Аналогия жизни вполне годится и для звезд. Они определенно рождаются. Есть точка, в которой они стартуют и включаются, где они превращают водород в гелий и извлекают энергию. Они проходят через средний возраст, они разбухают, становятся немного ярче, а потом, к концу жизни, они сильно меняются. Когда Солнце умирает, у него иссякает источник топлива, водород. Теперь оно становится красным гигантом. Его размер вырастет до того места, где Земля сейчас мчится по орбите вокруг Солнца. Так что радиус его свечения будет составлять 145-160 миллионов километров. Это плохо для жизни на Земле. Земля потеряет свои океаны, она потеряет атмосферу и станет непригодной для жизни. Если мы проживем так долго, еще миллиарды лет, нам придет силе колонизировать ближайшие звездные системы или построить какую-то искусственную планету подальше от нашей звезды, чтобы оказаться от нее на безопасном расстоянии. Хотя наши окрестности могут стать безжизненной, горячей зоной, астрономы предсказывают, что условия в новой галактике Милкомеда будут способствовать появлению жизни. Там будет около триллиона звезд в этой слившейся галактике, и эти звезды будут иметь планеты. Даже если только малая часть этих планет будет обитаемой, их количество будет так велико, что даже по консервативным оценкам в каком-нибудь месте новой галактики обязательно появится новая жизнь, если не во многих местах. И в нашей Вселенной самое распространенное слияние это слияние жизни и смерти. Совокупность столкновений звезд, черных дыр и даже галактик представляет собой самые бурные события, которые приведут к возрождению.